Друзья мои, я вам подробно рассказывала про стерилизацию, про стерилизацию, когда мы ставим на убивку тех чашек, которые были в использовании. В этом видео я хочу вам рассказать о подготовке чашек к стерилизации. Как правило, очищаю я чашки на улице. Я выхожу на улицу, даже если это зима, это занимает немного времени. На улице, открывая чашки, беру одноразовое полотенце, такой комочек делаю и смахиваю агар с наросшим грибом и споровой массой с чашек. Чашки, конечно, без агара, без основной массы гриба, но здесь осталось много спор. И здесь осталось достаточно много органов самого гриба, с которым может пойти вторичный рост. Необходимо качественно подготовить. Как его подготовить? Значит, убрали среду, вместе с грибом, на которой вырос грибок. Если патоген, значит патоген. Если это была чистая чашка, вы осуществили смыв спора, посеяли на субстрат, и у вас остался все равно пласт агара. Значит, единственное, что если это чистая чашка, без патогенов, я, конечно, не выхожу выбрасывать агар на улицу. Я его просто дома снимаю и отправляю в пищевые отходы, то, что потом идет на компост. Значит, чашки мою под проточной водой. Сначала просто под проточной водой. Затем я их мою с содой. Без мыла, без моющего средства. Просто мою с содой. Значит, вместо губок я использую одноразовое полотенце, которое потом выбрасываю. На одноразовое полотенце одноразовое макаю в соду. Содой натираю чашки, хорошо промываю под проточной водой. Все, чашка готова. Ни ферри, никакие моющие средства я не использую. Только соду. Затем я готовлю очень-очень крепкий раствор хлорки. На 30 чашек, которые я замачиваю, вот у меня емкость такая есть, в которой я замачиваю пластиковые специально, чуть они покрываются водой. Вот я никогда не замеряла, сколько там воды в литраже, но я выливаю полную бутылку литровую туда. В общем, минимум час в этой водичке с хлоркой у вас лежат ваши чашечки. Допустим, вот я эти чашки не скоро буду использовать. Ну, предположим, я знаю, не скоро буду использовать. Или знаю, что может мне внезапно потребоваться что-то пересеять, и мне бы быстро нужна чашка стерильная. Или у меня просто сегодня есть время заняться этим вопросом. У меня не всегда есть время. А вот сегодня выдалось такой момент, что у меня есть время. Или я смогла его выделить. Не то, что оно есть, а я смогла выделить вот для этой работы. Вот, допустим, у меня накопились чашечки, которые я хочу сделать стерильными. И чтобы они оставались стерильными какое-то время, продолжительное. Возможно, неделю, две, три, а иногда месяц. Чтобы я не переживала, что они станут не стерильными. Что я делаю? Значит, обычный... Я покупаю рулон. Это пергаментная бумага. Бумага, так называемая, для запекания. И зрительно отмеряю квадрат на глаз. Провожу макетничком. Отрезаю квадратик бумаги. Отрезала по четыре чашки. Почему четыре? Удобно заворачивать. Перекрываются слои. Я чашечки ставлю большой крышечкой кверху. Но они у меня совершенно сухие. Там конденсата не будет. Маленькая внутренняя чашечка книзу, большая кверху. Поставила. И заворачиваю в бумагу. Как пеленаю, можно сказать, эти чашечки. Вот. Вот такие вот уголочки есть. Эти уголочки я заворачиваю. Покупали когда-нибудь? Идея пришла откуда? Идея пришла от покупки стерильной ваты. Потому что если я наращиваю в банках на субстрате грибы, то простерилизованную среду в автоклаве, я пробиваю дырочку и потом закрываю тампоном, ну, не тампоном, а слоем стерильной ваты. Я покупаю стерильную вату. И вот видели, наверное, там вот совершенно вот такая же вот бумага белая. И в нее завернуты стерильные перчатки, стерильные бинты, стерильная вата. Завернуты вот в похожую вот такую бумагу. И вот мне пришла такая идея в голову делать вот так. Вот. Все. Оно вот так, смотрите. Все закрыто. Тут я подмяла уголочки. Все перекрывается. Все слои перекрываются. Но бумага, она, если ее вот сейчас отпустить, она будет, ну, как распушаться. Это же бумага. Поэтому я делаю следующий слой, закрепляющий. Вот у меня фольга. 14 микрон толщина. Самый длинный рулон, какой можно купить. Также я визуально отмеряю квадрат. Провожу также легко макетничком. Вот. Макетничком, ножичком. Очень удобно. Вы знаете, я столько промучилась с фольгой, как ее отрезать. И есть специальные такие вот отрывать. И там изгибать. Вот. Чудрость чудесная. Обычный макетный нож. По-другому канцелярский нож. Все. И теперь я чашку переворачиваю. Вот был верх. Вот я закрыла верх. Теперь этот верх оказывается внизу. Я ставлю на середку. И делаю ту же самую процедуру. Закрыла. Но фольга уже обжимает. Закрыла. Почему 14 микрон? Потому что тонкая фольга может рваться. С ней работать неудобно. Фольга стоит денег. Это затраты. Все. Все слои перекрыты. Теперь я обжимаю. И у меня получается вот такой боксик. Смотрите. Все закрыто. Все запечатано. Все обжато. Плотненько. Плотненько запечатано. Слои все перекрываются. И я вот в таком виде ставлю на стерилизацию в духовку. Когда они горячие. Но еще не до конца остыли. Но рука терпит. Градусов около 60. Рука уже терпит. Что я делаю? Я беру обычные пищевые пакеты. И ставлю вот эти боксики по 2 штуки в пищевой пакет. Чистенькие пищевые пакеты. И плотно завязываю. Быстренько приоткрыла, поставила, завязала. Вероятность какой-то контоминации чашек. Я могу сказать, я сею. У меня все идеально чисто. Это метод рабочий. Он действительно. Даже если месяц они у меня вот такие запечатанные простоят. Они остаются совершенно чистенькие. Потом разливаешь по всем правилам агар. И если даже для контроля оставить чашку в тепле, ничего там не вырастет. Ни аспергил, ни пеницил, ни тем более уж мукор. Ни триходерма. Никто другой там не вырастет. Если вы все сделали правильно, разлили агар, она у вас месяц. Чашка простоит в тепле и будет абсолютно чистая. Агар ничем не обрастет. Если туда ничего не залетело. Наверное, все по стерилизации подготовки. Затем, когда вы собрались, вот я собралась заливать. Я уже заношу туда пакетик. Уже руки обрабатываю спиртом. И достаю вот эти боксики уже в перчатках. Уже руки проспиртованы. Уже в прокварцованном помещении. Распечатываю я их. Уже у меня руки обработаны. И уже там, где я буду разливать агаровую среду в чашки для дальнейшего посева. Прощаюсь с вами, дорогие друзья. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока.